здесь как-то странно все получается о чем не говори даже о космосе все равно все возвращается на круги своя на орбиту конфликта украина и россия мы можем о конфликте поговорить не знаю жители планеты там какая-то там z1 созвездие андромеда с конфликт с жителями какой-то другой плане а что уже там майдан тоже был вот узнаем давайте узнаем а как мы это узнаем у вас россии технологии выше вас же есть как и называется воздушно-космические силы даже выговорить им нет мне туда позвонить прямо как рогозина или он уже подождите уже сместили да я я попробую конечно но мне кажется как нам москве зиговал так и вот местилина ну конечно не херзиговать у нас у нас же бандеровское движение не разрешено о чем-то зиговал красной площади он дебил очень полностью но был этот самый как ваш в этот мельный как его мель меньше коврика нацист а кто у нас еще на вспомните у вас такой есть там придурок нет и мы нацистов поймете какая штука мы нацистов не помним это на украине там модно нацистов помнить а мы нацистов не помню хорошая как и называется позиция хорошая не вы скажите я с удовольствием посмотрю их мало того надо что-то с ними делать скажите я не знаю надо у него спросить я позвоню сейчас ему но время время уже седьмой час я думаю не ответит звоните спросите для чего-то митинг собиралась зиговал дружно вместе со своей бандой хорошо хорошо понимаешь против переименования в этого улицу там или площадь кодырова старого покойного но тем не менее зиговал он я думаю не открестится то что они посадили до скорости ну просто за это наверно может осознал человек знаете люди бывают делают какую-нибудь фигню а потом такие блин ну да неправ был ну и как бы ладно хуже когда знаете прыгают вот прыгали и продать продолжает прыгать а навального зачем убили кто кто вы а кто по-вашему навального убил вы я что ли да не вы что я в это время в америке соплеменники ваши единодушные соплеменники а вы считаете у нас тут племена ну конечно большое племя хорошо подметили вы молодцы ну вот понимаете так уж получилось ядовитая стрела прилетела ну надо же как-то придумать как ее называются анти а мы придумали белое перо черный змей выпустил стрелу а этот самый они играли тогда значит в новую в индейцев и поэтому навальному прилетела это вот он думал он думал он думал поспорил что он как это как нельзя будет ловить стрелы на лету не поймал история политковскую за что убили не помните не помню вы напомните мне блин ничего не помните у вас мята старой памяти нет вы молодой вроде памяти тоже нет я постарше вас не волнуйтесь сколько он зачем вам мой возраст просто есть интересно просто может я сделаю комплимент да не надо мне комплименты я понимаю когда мне там девушки комплименты делаю от вас то зачем не комплимент ну тем не менее я много чего помню потому что я сделанный в 60-х годах так что есть чем сравнить памяти при этом все равно нет почему есть я не помню и не стараюсь запомнить каких-то гадов я стараюсь я стараюсь запомнить нормальных людей зачем не гадов всяких пор но помню еще как избавлялись от всяких гадов в главное интересный такой смотрите у вас тоже гадости можно я скажу чем а вы такой ответите на вопрос вот буквально 30 секунд вот вы меня там обвиняете что я чего забыл что я ничего не помню все забыл очень можете разговаривать нормально давайте я все-таки задам вам ну скажу то что я скажу быстро в течение 30 секунд вы потом ответите тоже быстро и конкретно а я вас перебивать не буду вставлять ничего не буду всякого то у нас хотя бы будет члена раздельный разговор или слабо раздельный членный разговор но если получится раздельный член и давайте попробуем ну давайте итак говоря о том что россияне там все позабывали мне вопрос а каким образом вы так говорите если россияне помнят допустим то что было и во время ссср то что было великое отечественное не забывают традиции и в общем то празднуют все те основные праздники которые свое время у нас с вами особенно с украины были общими а вам не кажется что это у вас все позабывали и самое главное отошли тех традиций и от основных праздников которые нас особенно объединяли и тем самым привело и так именно к той ситуации которые вы сейчас наблюдаете за окном слушаю но перед никто ничего не забыл в том что забыл во первых во вторых вот например что забыли вот интерес великую отечественную кто не забыл у вас нету понятия великой отечественной войны понятия есть понятие есть вторая мировая понятие и великая отечественность как это нет ну как вот так советской истории помню прекрасно что это великая отечественная война во всемирная история вторая мировая война чем проблема еще вы хотите сказать у вас в украине помнят и почитает по-прежнему дети может не помню ну как может выполнить это и то есть то что у вас срывает 8 9 вы кстати какой еще 8 вид официально когда там вечером 7 где-то там или вечером 8 по моему 9 просто как решили 9 нарисовал док показать тому чтобы это вы знаете да там ночью вроде воду зили флаг не не флаг мы друзей капитуляции подписывали именно с представителями советской верхушки советская власть не хотела советской верхушкой не хотела чтобы присутствовали при капитуляции больше количестве американцев вещами он только был наш один кому куда генерал или полковник советские все они лишь только только советские были поэтому день победы победы перенесли на день вперед даже сделали второй раз капитулировали прикольно прикольно у вас офигенная вот такой манер был но у них удалось у них прекрасно было замечено к барабану как там и что ну был такой до 9 мая еще 8 мая а 8 мая что у вас его нету да у нас нету слову день у нас день день чего сейчас скажу день скорби скорбите к вместе с европой до скорби а 9 это день победы над фашизмом да вы чё вы на всякий случай поинтересуйтесь с этого года с этого года у вас именно подписано теперь на как говорится вашем уровне закона нету больше у вас 9 мая теперь это у вас переносится на 8 мая это раз гордитесь этим гордитесь прямо этим вы теперь вместе с корица с побежденной европой соответственно будете это отмечать как как люди которых победили понимаете ну хорошо а мы будем по-прежнему отмечать 9 мая как победители то есть победители по-прежнему праздную 9 мая победителя но вы же не вы же не одни победили там что понимаете кто вы но кто вы мы как победители я еще раз вы кто вот скажите кто вы страны которые воевали против немецко-фашистской как говорится германии это раз ну и против и естественно еще кое-кого это два а у вас получается интересная такая фигня вы никогда не задумывались у вас значит якобы 2 мировая началась первого сентября а когда закончилась 8 мая что нет первая мировая 3 светом году началась 17 1 сентября до 39 года а закончилась когда закончилась 8 мая 45 года нет позже позже пардон еще и японцы разбивали и когда не помню ну и давайте я вам напомню официально сказано 8 мая ой 8 мая извините фу блин это вы не запутали 2 мая вот у блин 2 сентября вы уж извиняете баки вам забил полностью да вот совсем глупо плеваться не надо клавиатуру заплюете совсем так вот объясните мне каким образом именно 2 сентября отмечается конец второй мировой но вы имеете ввиду у нас ну как вы говорите цивилизованные страны а вот я не знаю кстати хороший вопрос да но это видимо вопрос не ко мне это видимо а я а я вам еще а я вам еще накинул что вы вот задумывались а подписывали то утром 3 сентября 3 сентября что подписывали капитуляцию на линкольне мизури в токийском проливе в японию то есть это было ну в японии когда я понял же так подписывали 3 сентября утром на чему отмечают 2 значит окончание 2 мировой нужно было писать 3 сентября вы не поверите если вы возьмете медаль советского союза и на обороте написано 3 сентября какой медаль за разгром и японии но это было отдельное событие а что оно должно быть совместное что ли мочем же говорим вообще я вы про 9 и 8 мне тут пытались что-то сказать а я вам взял и в ответ сказала каким образом тогда второе и третье там никто что-то не обсуждает что кто-то отмечает этот праздник не так понимаете а вы вам да подождите секунду человек как маленький себя ведете я же начал говорить причем в помощь вам дослушайте меня потом я вас послушаю я же вас не перебиваю так вот в помощь вам вы заметьте там никто ничего не обсуждает что-то не так а с восьмым и девятым мая якобы устроили какую-то вот ванханалию в прямом смысле слова и самое интересное вы никогда не задумывались а зачем а может быть стоит задуматься только ради того чтобы пересрать пересорить народы я вам скажу честно по большому счету после того что россия сотворила сейчас в этом столетии то вторая мировая это уже так это уже так сейчас на первый план будет нет как они гитлера путлер давайте теперь до великой отечественного сейчас в украине происходит и уметь потом отмечать то есть вы сейчас отстаивая фашизм своей стране который мы боремся с фашизмом русским с каким фашизмом вы боретесь а каким образом русский вы считаете что русский это фашизм ну по действиям по у вас получается эти фашизм как вы квалифицируете фашизм как вот личного отвечать на смотрите у вас фашистские символика у вас стране фаши фашистами названы улицы у вас фашистские всякие шествия у вас даже пацаны которые воюют на передке с шевронами фашистскими и тому подобное но вы россия называете фашистами где ничего этого нет вы молодцы у нас фашистская символика а что нет ваши пацаны не воюют с фашистской символикой я не говорю массово новая один только по этот самый крит одно это подразделение азов чего стоит немцы везде рисовали в и z и вы сейчас массово рисуете это насчет символики да 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 дарит вешает крик кресты один к дому по конструктивно такие же точно как фашистские кресты точно один к дому вы молодец если взять геометрию вы молодец вы молодец вы молодец вы молодец вы где такое видели вы где на интернете а на интернете так зайдите в интернет дайте на интернет вы там много чего это самое вы хотя бы используйте уже интеллект ну вот который мы соответственно все перерисовывает у вас в честь офицера абвера названа улица в киеве смотрите видите немецкий крест и что сейчас вам покажу ваш крест наш крест и нас покажу давай наш кстати вот это лично мой язык разговаривать человека веке что не и что вам не показали украинского бойца и откуда вы знаете что он не украинский боец откуда вы знаете что это боец не украинский да вы чё то есть вы взяли какого-то баклана и считаете что это правда вот именно именно вот такие ублюдки и воюют у вас на передке да ладно успокойтесь если у вас уме у мишка не хватает понимаете если вы верите во всякую бучу хочу люди которые в украине чокнулись и поверили во всякую вот эту ерунду которая якобы в буче творилось это на каким бы надо быть дебилом чтобы поверить в этот мультипульте блюдо после последствия закончится вам потом все это выложит на кто нам да ладно да ладно даже ни одного доказательства нет и голливуд такой как-то херово поработал у вас то это кто такой парень у к батюшкой с вашим это с вашим батюшкой вы давайте не переносите я прекрасно понимаю что вы делаете вы кстати это самое банк получите на на в рулетке за то что вы показываете такие вещи а вот это ты что вот это же покажите что-то памятников на западе про память я не я не вижу это что у вас там говорят вы можете наговорить его что угодно на тебе козелина я дурею вот взять вот серьезно луна квадратная луна квадратная вот это это то что мне говорит этот человек ты ему говоришь да ты чё дурак что ли там ни одного угла нету ты чё делаешь нет луна квадратная у нас теперь в украине как они говорят даже у нас же у них же не на украине у них в украине луна квадратная все сходится а может у вас на украине луна тоже как и у нас луна круглая нет у нас в украине луна квадратная вот этот примерно смысл этого диалога всем понимание спасибо за внимание кто досмотрел ролик ребят подпишитесь на мои там эти каналы по список по ссылкам ну блин ну пожалуйста ну помогите чего вам жалко что ли просто подпишитесь если даже не ходите на этот рутуб там или дзен просто хрен его знает что произойдет с ютубом окончательно а у меня там как-то совсем что-то тихо вот прошу помощи ну и все те кто помогает моему каналу вам огромное спасибо пока пока